Детский стишок Как вы думаете, возможно ли такое, чтобы на нашем пути к королеве Теософии мы отвлеклись на теоретических мышей на ее ковре? Лавацкая утверждает, что она написала тайную доктрину, чтобы обратиться к высшим способностям или внутренним способностям, эти способности вне пределов интеллекта. Она предупредила, что мы не можем выражать это словами, но мы делаем это, мы мыслим. Она и ее учитель-адепт решительно предостерегали против догматизма, превращения теории в систему веровой. И в письме госпоже Безант в 1900 году, в последнем письме, мы находим определенную запись к Эйдж, адресованной в сторону западной мысли, или, по крайней мере, он сказал, что Теософическое общество и его члены медленно созидают веру, веру и лицемерие. В голосе Безмолвия Бавацкая говорит, что доктрина глаза, которая является интеллектуальным пониманием, опасна без души мудрости, освещающей это знание. Она была не против интеллекта, она говорила, что философия для тех, кто умеет думать. Но одинокий интеллект может стать даже злом. Вы не думаете, что это правда? Посмотрите вокруг, на блистающих людей, эгоистично приветственных, прямо-таки злых. Интеллект одинок, он важен, интеллект очень важен, но в одиночку он может стать опасным. Теперь, после ее смерти, я склонен считать, что Месяц Безмолвия нашла среди сных бумаг маленький листок, о котором уже упомянули ранее здесь, и который всегда называли «Есть путь», потому что у него изначально не было названия. В нем мы прочтем, есть путь крутой и тернистый, полный всевозможных опасностей, но все же путь, и ведет он к сердцу Вселенной. Я могу рассказать, как найти тех, кто покажет вам тайный ход, открывающийся только вовнутрь и быстро закрывающийся за неофитом навсегда. Нет опасности в том, что непотерявший божество не может его преодолеть. Нет осуждения за то, что безупречная чистота не может им пройти. Нет трудностей, которые сильный интеллект не может преодолеть. Того, кто неустанно пробивается вперед, ждет награда несказуема. Сила даровать человечеству, благословение и спасение. Того же, кто терпит неудачу, ждут другие жизни, в которых может прийти успех. Настолько прекрасно. Настолько ясно. Она говорит, как есть. Она не пророк конца света, и она не поляна. Она говорит, что это будет трудно. Но вы должны сделать это, потому что вы человек, и именно поэтому вы можете сделать это. И вовсе не потому, что вы являетесь членом какого-либо общества. Это или любого другого. Эта дорога просто указывает на духовный путь. Она выдвигает на первый план возможностей и трудностей, а также трудностей и возможностей их преодоления. Дорога или путь или путешествие часто используются как метафора самой жизни. Не так ли? Как кто-то принимает один путь, кто-то другой, но все они зачастую используются для обозначения образа жизни. Не так ли? Но этот образ жизни бесполезен, если вы не живете им. Теории карт жизни очень важны, и они очень полезны. Но некоторые члены и некоторые люди разных традиций знают свою карту досконально. При этом они никогда не вставали из своего кресла. Карта не место, которое представляют бедра. И они даже не выглядят как карта, знаете. Мы слышим о месте. Я был гостем армии Соединенных Штатов между войнами в Корее и Вьетнаме. И я был в Корее, в маленьком городке под названием Калтон-Тушун. Я могу рассказать вам немного об этом городе. Это был патетически бедный город. С грунтовыми дорогами, когда шел дождь, было много грязи. С магазинами в виде маленьких киосков, с мясом, нисящих над книгами и роем насекомых над всем этим. Нормальные дороги вели только в центр города. Кто-то написал, что медведь шел по горной дороге в Корее, потому что там гора, гора и дальше еще горы. Теперь у вас есть общая картина. Знаете ли, но могли бы вы пойти туда, имея это изображение? Нет. Нет. Мы получаем картину из теории. Но реальность не картинка. Мы формируем ее в нашем сознании, потому что мы формируем картинку из того, что уже знаем. Знаете ли. Это верно для всех нас. Я часто говорю об этом на лекциях, я не говорю о ком-то, я говорю только о том, что случилось со мной. Я предполагаю, потому как я человек, и ты человек, и такое может случиться с любым из нас тоже. Мы все в подобного рода ситуациях, каковы бы они ни были. Итак, дорога – это метафора жизни. Теперь, как эта метафорическая дорога в понимании Баладской представлена в великих религиозных традициях мира? В аналогии пещеры Платона большинство из вас, наверное, знают эту историю, где люди, находясь в пещере и глядя на тени, отбрасывая их костров на ее стену, воспринимали их как реальность. Там не было ничего другого. А они не могли видеть ничего другого и только видели эти тени. Один из мельчак получил возможность увидеть внешний мир, выбравшись наружу, и очень трудным путешествием, если можно назвать это путешественным. И сцарапал свои колени, возможно, сломал несколько костей. Очень тяжело. Он вышел наружу и был ослеплен истинным светом. И тогда он понял, что то, о чем думали, как о реальности, оказалось лишь тенью реальности. Он был не из себя от радости. Он вернулся, чтобы рассказать об этом всем. И был убит за разбалтывание истины. Все первопроходцы любого движения замучены буквально или в переносном смысле. Знаете ли. Движения за женские права. Много женщин посажены в тюрьме, потому что они голосовали. Что кажется теперь абсолютно абсурдным. Но это было еще в начале 90-х годов 20-го века. Лавацкая была замучена во многих отношениях. Гея движения, любое движение, в любом человеческом движении, где кто-либо пренебрегает принятым взглядом на мир, вы найдете фигуру лидера убитой. Итак, в христианстве эта дорога была названа путем креста. В иудаизме путем святости. В буддизме это восьмеричный путь. В каждом из этих движений действие затребовано. В какой-то момент, вновь, за Иисус говорит, «Всякий, кто говорит, не Господь Бог, не войдет в Царство Небесное, но только тот, кто делает волю Отца Моему». Требуется действие невера в теории. Итак, что же это за образ жизни, тот, в котором нам предлагается жить? Бабацкий говорит об этом, что в какой-то момент один из мастеров... Помните, мастер означает учитель, не Бог. Мастера, о которых мы знаем в письмах, это человеческие существа, которые они живут вечно. Один из учителей дал ей маленький листик, на котором были ряд начертаний путеводителя по жизни. Очень короткий, и вы могли бы потратить годы, думая о значении каждого маленького заявления на этом листе. Частью его она начинает работу, названную «Золотая лестница». Начало ее в чистой жизни. Это то, что требуется для духовной жизни, согласно заявлению адепта. Чистая жизнь, чистое сердце, устремленный интеллект и раскрытое духовное восприятие, братское отношение к каждому ученику. «И развитым мужеством и выносливостью к персональной несправедливости». Вау! Это действительно трудно. И Блаватская оказалась трудной овремя с этим. Но после того, как храброе, после мужества и выносливости к персональной несправедливости, храброе заявление принципов. Не просто выстоять. И пусть скажут вам ерунда без разговоров о вашей вере в истину. Величайшим примером этого является в древнем мире Сократ. Он отказался избежать своей судьбы, персональной несправедливости. Если бы он просто солгал и сказал, что он не верил в то, что он заявлял, то он бы был свободен. Но он сделал храброе заявление принципов и проявил мужество и выносливость к персональной несправедливости. И кто теперь его обвинители? Вы помним их? Просто греческих философов, греческих профессоров. Знаем кого? Кто они? Никого другого. Мы помним только Сократа. Итак, храбрая декларация принципов и доблестная защита тех, на кого несправедливо напали. Что так же трудно. Потому что вы прекрасно знаете, что иногда, если вы защищаете кого-то, кто несправедливо атакован, вы будете следующей жертвой. Нападающий переключится на вас. Вы достаточно сильны? Неудивительно, что мало тех, кто поступает подобным образом, не звучит аппетитно. Итак, это некоторые подсказки, о том, как и что требуется для этого, чтобы прожить эту жизнь, духовную жизнь, и прийти к сердцу Вселенной. В каком-то смысле, есть только две дороги, которыми люди следуют. Одна из них — путь чувств. Дорога наших чувств и наших мыслей. Мы отождествляем себя с нашими чувствами и мыслями и темами. Не мы на самом деле. Я имею в виду... Давайте смотреть правде в глаза. Мы верим в Атвадма, Бутки, Мранос и все остальное, но когда дело доходит, мы указываем «это я». Я. Что мы думаем как «я» — это общая дорога. Это не ошибка. Это не вопрос, верного или неверного. Это выбор. Если мы выбираем этот путь, которым идет подавляющее большинство людей, потому что это легче, вы идете вокруг, да, и вы стремитесь к решению горы, вы идете по кругу, поднимаясь очень медленно. В городе Нью-Йорке, или, как говорят высокомерные нью-йоркцы, «the city», когда я вернулся из ТС, которая на 53-й стрит в Ист-Инде, я иду через Гранд-Центр, потому что это проще, я перехожу до Мэдисона-авеню, которая незадолго до 5-й, там вдруг крутой склон около трех блоков, и я мог бы пройти более легким путем по 42-й улице и 5-й авеню, и совсем не заметил бы крутизны пути. Но я храбро и выбрал крутой склон и добрался быстрее. Итак, общий путь в том, чтобы двигаться маршрутом по 42-й до 5-й авеню, это проще. И вы учитесь во время путин, но это очень медленно. Очень медленно. Другая дорога – это путь, метафоризированный легендами, мифами, и говорится о нем в духовной литературе, базовой литературе общества, вспомогательной литературе теософического общества. Эта дорога подобна дороге, о которой Моцарт говорит, хотя и не называет ее дорогой, в волшебной флейте, в опере «Волшебная флейте». Большинство из вас, вероятно, знакомы с «Волшебной флейтой». Принц готов пройти через все виды страшных испытаний. Встретить дракона, огонь и все прочее. Я имею в виду абсолютно все, но то многое, о чем повествуется в опере. Но вы знаете, есть много легенд, где мы должны встретить дракона, и должны убить дракона, и не вынуждены делать это. Это опасности жизни во время их пути. И что этот принц хочет? Он хочет найти ту прекрасную женщину, которая лицетворяет мудрость. Это то, что он ищет. Папа Гена имеет, а там был птицево в сопровождении, он имеет лишь один взгляд на все это, говоря, «Вы же не собираетесь заставить меня сделать это?» «Нет, спасибо. Вы можете отправляться куда хотите, я никуда не пойду. О, я просто хочу красивой бокаловина, хорошую еду и прекрасную жену». Папа Гена не ошибается. Он принимает более долгий и легкий путь. Итак, фрагмент начертания гласит, что дорога короткого путешествия, это путешествие для одного. Она говорит, «Покажет вам тайный ход, открывающийся только вовнутрь и быстро закрывающийся за неофитом навсегда». Таким образом, эти врата открываются внутренне, к нашим мыслям, нашим чувствам, нашим верованиям, но они открываются намного больше, чем это. Они открываются к внутренней реальности, к внутренней сущести. Искра, о которой здесь говорили предыдущие спикеры. Искра от вечного огня. Но мы должны быть осторожны с этой метафорой, потому что это не та искра, которая приглянет из огня, горячего в каменье. Эта искра становится выделившейся индивидуальностью. Не правда ли? Она не безжизненная. Искра – это вы и я, которые суть пламя. Она в пламени. Это пламя. Это локус пламени, точка в самом пламени. Она не отделена от пламени. Вы и я, в конечном счете, являются этим пламенем. Это пламя и есть сердце Вселенной. И Стефан настолько чудесно представил это, когда вел свой разговор и страстно передавал эту идею. Это то, почему мы здесь. Это то, что мы делаем. Мы пытаемся пробудить эту внутреннюю скромышу, внутреннюю сущность, которая, пока она не пробуждена, не существует для нас. Просто не существует. На основании инсайта или ваших заметок в простом анализе собственного опыта, вы будете бороться с идеей, возможно, вы не понимаете это, вы не возьмете это. Одна минута – вы не знаете. И в следующей минуте – вы знаете. И нет никакого измеримого времени между ними. Итак, то, что вы не знали, не существовало для вас, пока к вам не пришла вспышка понимания, не правда ли это верно? И это похоже на проявление внутренней сущности. Таким образом, если бы врата открытые вовнутрь были просто наше обычное «я», они не закрылись бы быстро и навсегда. Не правда ли? Мы можем изменить себя, и мы действуем в его русле. Мы иногда имеем драматический опыт, меняющий нас, потому как по мере старения некоторые из наших друзей говорят, «Ты размяк!» Или вы становитесь более несчастными, чем вы были раньше. И вы идете к психоаналитику, и таки да, вы изменились. Если вы изменили себя, аналитик не может это сделать. У меня был друг много лет назад. Он ходил к аналитику так же, как он ходил в местный гастроном. Вот мои деньги, где мое излечение. Это не работает подобным образом. Это просто... Я не выдумываю. Я хотел бы, но оно вы как. Таким образом, ворота, открывающиеся во внутрь нас, не могут быть воротами в я, потому как меняется все, что не может быть закрыто быстро и навсегда, потому что это все время меняется. Мы можем входить и выходить. Ворота, закрывающиеся за нами, навсегда не могут быть воротами к самоанализу. Это не ворота теорий, даже не теософических теорий. Это ворота, открывающие совершенно новое состояние сознания. А сознание, которого мы не имели ранее, это неизвестное нам. Вы, возможно, имели теорию об этом, вы можете верить в эту теорию, но вы не имели опыта, а теория не опыт. Таким образом, ворота, которые открываются, это совершенно новое состояние сознания. Первый опыт внутреннего я, той искры, которая и есть мы в наивысшем выражении. Это состояние, в котором больше нет двойственности. Не существует я в вечности. Это два, не так ли? Я смотрю на что-то отличное от него. Это состояние, стирающее двойственность. И вы не можете быть в этом состоянии все время. Это невозможно, даже с адептами. Но это состояние того, что вы никогда не забудете. В голосе безмолвия Бловацкая говорит, «Когда, став сильнее, твоя душа выступит из своего безопасного убежища и, вырвавшись из защищавшего ее ковчега, протянет свою серебряную нить и устремится вперед, то, если, узрев свое отражение на волнах пространства, она шепнет «Это я», «Узнай, ученик, что душа для я захвачена в паутину иллюзий, двойственности». Это тайна, потому как неизвестным остается то, что не было испытано. Когда для мимолетного навсегда эта фраза, используемая в Махатмане, идеальна, потому что их опыт исключительно точен. «Это вечность и ничего другое, но это мимолетно». Как он хочет сказать, «Я получил это», и тогда вас уже нет. Приходит двойственность. Заметили? Когда для мимолетного навсегда мы – это «я», нет отдельных «я». Я говорю из опыта. И тысячи могут сделать то же самое. «Нет меня, нет времени, есть только вечное». И вечное не прогрессирует во времени. Оно за пределами времени. «Это то, что всегда было, всегда есть и всегда будет, существует или нет физическая вселенная, существует или нет вообще что-либо. когда к этому прикасаешься». Грандиозное умиротворение посещает тебя. «И мы можем повторять, с днем встречается их Норвич». «Я думаю, что все должно быть хорошо, и все вещи должны быть хорошими». «На моем нагородном камне – это как раз та вещь, которую я написал бы на нем». А затем вернулся бы позже. «Изначально в теософической литературе заявлялось, что подтверждено опытом клинической смерти, что когда мы умираем, мы получаем вспышку воспоминаний того, как мы жили». «Тысячи и тысячи уже сообщили об этом. За наносекунды вся наша жизнь проходит перед глазами. Я не имел такого опыта, я не имел пока еще удовольствие омерть. Но некоторые люди, которые я знаю, уже имеют подобный опыт, и они заявляют, что не могут объяснить этого феномена, потому что это длится всего секунду или две в лучшем случае. И все, что в их жизни было, проходит перед глазами. Я думаю, что реально не все. Я отказываюсь верить в то, что они видели все случаи, когда они чесали свой нос. Но каждое важное событие в своей жизни, я думаю. Это же подтверждает Иглова Адская, когда говорит, что в процессе перевоплощения, в момент воплощения мы получаем такую вспышку грядущей жизни. И мы плачем. Просто вспышка грядущей жизни, не жизнь, которую вы собираетесь вести. Потому что вы видите то, через что должны пройти в этой жизни. Вы просто получаете превью предстоящей жизни, после чего еще нужно прожить, не так ли? Просто как эта вспышка еще не сама жизнь, а лишь первая заря внутренней сущности в вашем сознании, в образе такого света. И это долгий путь, пока, наконец, вы не будете сфокусированы на этом. Только через постепенный, постепенный и сложный опыт мы обнаруживаем, что мы ступили на крутой и тернистый путь. Во-первых, мы можем отметить, что мы стали сильно обусловленными. Мы, как правило, не знаем о своей обусловленности. На самом деле. Я говорю о себе, так же, как и вы. Мы, как правило, не знаем об этом. Мы, как тот кот, который шипит на кого-то, кто его обидел. Это то, что мы делаем. Кто-то сделал что-то, что нам не понравилось, и в следующий раз, когда мы увидим его, мы переходим в состояние... Кому-то становится больно, как только он вспоминает, что сделали в отношении его. Мы встречаем обидчиков через неделю, и мы не видим его, мы видим нашу память о том, что он сделал ранее. Видите именно это, не так ли? И вы знаете, что я не одинок, или я единственный, кто так считает? Таким образом, мы запомнили, и в последующем мы видим образ, который мы создали на основе ситуации, которая нас затронула. Вероятно, сам обидчик даже не сознает того, что он нас обидел. Большинство людей настолько заняты собой, что реально даже не думают о других людях. Они могут не знать, что причинили вам вред, или они уже забыли об этом. Мы удерживаем в себе обиду. Какая скука! Это такая вещь, которая представляет собой блок на духовной жизни, на нашей духовной жизни. Таковы реакции. Итак, наш ум и наши эмоции работают в нас, и мы совершенно не осознаем этого, или мы думаем, что наш ум и наши эмоции и есть мы, что еще хуже. Мы не реализуем того, что должны быть похожими на гусениц. Видите ли, большинство из нас хотят быть больше и лучше гусениц. Мы хотим, чтобы я был лучше. Это хорошо, это неплохая идея. Господи, я хочу... Я не хочу быть настолько сердечным в будущем. Я хочу больше понимания других людей. Хорошая идея? Очень хорошая идея. Но в конечном счете, это я, или то, что мы думаем, как о я, должно быть растворено, как гусеница, с тем, чтобы могла родиться бабочка, внутренняя сущность, может быть рождена. Распятие, для меня, метафора и миф, для вас может быть историей, что ваше дело не мое. Он должен быть эго, должно было умереть на кресте, этот крест и есть путь. Должно было умереть на кресте, чтобы внутренний Бог мог быть воскрешен. Это, как сказал Джосеф Кэмпбелл, что уже было упомянуто в одной из лекций, здесь Джосеф Кэмпбелл сказал, «Герой с тысячей лицами». Одни и те же основные идеи, вплетенные в различных мифах. И когда вы сравниваете их все, что является одной из задач, второй цели общества, это сравнительное изучение религии, философии и науки, вы начинаете видеть, что есть нить, общая для всех многих из мифов, рассказав по-иному. Итак, мы стали обосновленными и модифицируем всегда с нашими эмоциями и мыслями. Простая работа внутренней личности, внутреннего «я» для изменения себя. Это может быть полезно, но это не является достаточным. Это как перестановка мебели в доме. Знаете, вы переставили мебель в доме, она выглядит немного лучше. Та же мебель, тот же дом. Теперь, как я уже сказал, вы должны действовать как гусеница. Дом должен быть сожжен. Я надеюсь, что никто не понимает это буквально. Ну, вы знаете, нам немного нравятся две гусеницы, чтобы упомянуть о них однажды. Одна из них смотрит и видит бабочку, и она получает своего рода чрезмерный шок. Другая, вы никогда не увидите меня в одной из них. Теперь есть история в Новом Завете, где новозаметный Иисус с учениками своими находится в лодке во время страшной боли. Это очень страшно. Иисус спит. Это кажется безумием. Ученики будят его, и затем он говорит, установись умиротворенность. И все успокоилось. Метафорический Иисус олицетворяет внутреннее я. Ученики здесь это наши качества, наши эмоции, наш ум, находящийся в суматохе. Вода всегда представлялась эмоциональным миром, потому что эмоции аморфны. Они не имеют собственной формы, они принимают форму мысли, не думают. Воды также используются для обозначения изначального хаоса. Хаос у греков в греческом смысле это не дифференцированное однородное состояние, предваряющее большой взрыв пустотой. Нет ничего. Это хаос у греков. Таким образом, хаос также символизирует воду, потому что она бесформенна. Таким образом, эмоциональный мир запревает с собой все, когда же пробуждается внутри я, все успокаивается. Теперь, как только мы начинаем осознавать идентификацию и определенно знать на основе опыта пробуждения внутренней реальности, что мы и есть она, эмоциональность у нас дает, конечно. Мы возвращаемся к обычному сознанию и приходится иметь дело со всеми этими трудными людьми, окружающими нас. Мы не можем быть трудными. Конечно, это все другие. И мы должны иметь дело с ними. Но мы никогда не забудем. Дверь закрывается за неофитом быстро и навсегда. Вы не можете забыть это. Никогда. У меня есть много убеждений. Как вам известно, я верю в реинкарнацию. 98% здесь уверены, что есть такая вещь, как реинкарнация. И также 98% уверены в том, что Эдвард никогда не переобладится снова. Мы можем обсудить это позже. Это убеждение, основанное на доказательствах, которые я представляю вам. На пробуждение внутренней сущности не вера. Это уверенность, более определенная, чем что-либо и когда-либо. Затем, после того, как мы осознаем это, мы должны получить власть над разумом, эмоциями и телом, что является гигантской задачей. Почему? Мы потратили годы, может быть, много жизней, двигаясь в определенном направлении, теперь нам необходимо повернуть это движение вспять. И действие инерции – это факт. Не просто физический факт, но это эмоциональный факт. Если вы идете на вечеринку в ночное время, и когда вы были помоложе, вы, может быть, все это делали в свое время, и вы стоите с нами на полночи. Я никогда не развлекался ночью много, я думаю, что только однажды и всегда мог бы спать всю ночь охотно. Но в любом случае, вы приходите домой, и все заводит вас не так, вы не можете пойти спать сразу, потому что ваш ум работает, и ваши эмоции работают, инерция, эмоциональная, психическая инерция. Вы должны успокоиться, прежде чем можете пойти спать. Это тот же самый принцип. Одна из величайших прелестей театрической философии для меня заключается в том, что вы находите основание в одном состоянии бытия, и вы обнаруживаете тот же принцип в любом состоянии – инерция, физическая, эмоциональная, ментальная – для всех, везде. Куда бы вы ни смотрели, вы отмените инерцию как факт. Так что вы должны преодолеть все. И К.И.Х. объясняет эту силу, то он говорит, самоочистение не является делом нескольких недель или даже нескольких лет, но целой серии жизней. Таким образом, возможно, мы можем простить себе нашу слабость, когда мы не достигнем совершенства за две недели. Я знаю некоторых людей, которые совершенно уверены, что они сделали это. Некоторые из них являются политиками. Итак, он сказал, что мы должны устранить последствия множества лет, проведенных в объектах, диаметрально противоположных реальной цели. Теперь, если мы жаждем союза с вечным, что мы можем делать в первую очередь, и даже до этого, пытаться жить так, как это описано в «Золотой лестнице». Золотская показывает это совершенно ясно в одном из своих писем к американской конвенции. Она написала, я думаю, три разных послания, и в одном из них она сказала, первым делом необходимо прийти к осознанию нашего неведения. Мы не знаем. В «Голосе Безмайлера» она снова говорит об этом. Доктрина ока означает интеллектуальный путь, где вы просто используете свой ум, и что свет внутренней реальности не освещает его. Она говорит, «Эти люди говорят, это я знаю». Но доктрина сердца – это те, кто оперирует с внутренней сущностью, не эмоциональной природой, которую большинство людей подразумевают под сердцем. И в буддизме сердце – это вместилище модности, не эмоций. «Голос Безмайлера» – это буддистская книга. Итак, доктрина сердца. Те люди говорят, те, кто смиренно собирающие житницу исповедуют в тишине. Так сказано мне. Я говорю это себе часто. Итак, первое сознание нашего невидения. Следующим будет убеждение, что это возможно выяснить. Если бы я сказал, «Хорошо, я в невидении, но я не могу ничего поделать с этим, что вы хотите». Что? Я имею в виду, если кто-то говорит, «Давайте играть в теннис», и вы ответите, что не можете играть в эту игру. Ты не можешь, пока не попробуешь. Может быть, это будет не очень хорошо, но вы, вероятно, сможете попасть по мячу один или дважды. Вы можете сделать хоть что-то. Поэтому сначала прежде факт, что вы не можем знать наверняка, и это не наш опыт, до тех пор, пока это наша вера, очень разумная вера, та, которой мы хотим следовать, которой хотим заниматься и иметь опыт в конечном итоге. Но в эту минуту у нас еще не то, «Действие, как мы принимаем его». Затем твердое убеждение, что мы можем делать это, и, наконец, неупротивная решимость сделать это. И в одном из своих писем Кэй Эйч сказал, «Вы должны иметь железную решимость и все же быть кротким и смиренным». Странное сочетание. Вы должны... Что потребуется здесь? Духовная воля, которая не будет сдаваться. Это не упрямство, это не под «я». Это от гораздо более глубокого состояния. И это определение является движущей силой, которая подвигнет нас к сердцу Вселенной, которая является вашим сердцем, моим сердцем, одним сердцем, единственным сердцем, невыразимым, немыслимым, священным, вечным. Оно преобразует опыт в знание, а затем прочувствовать боль человечества и хотеть сделать все возможное, чтобы поддержать ее. вооруженный неукротимой решимостью увидеть себя, как мы есть. Недостатки – все всецело. Мы можем начать долгое и трудное путешествие самотрансформации. К сожалению, нет четких и детальных методов или карты. Учитель может не указывать путь. Ищите там и все такое. Они только направляют сообщение, которые указывают на конечную цель. Подробная карта не будет составлена, потому как хоть цель и одна для всех людей, но маршрут является уникальным для каждой индивидуальности. Почему? Потому что маршрут и есть ваша жизнь. Спасибо. Вы упомянули здесь тысячи граней и о том и их отношении к эго и двойственности. Там всегда будет присутствовать двойственность, или мы движемся и можем прийти к единству. всегда присутствует как единство, так и разнообразие. Это один из парадоксов. HPP говорит о том, вы знаете, вопрос о зле поднимается в любой философии и кажется самым трудным для решения в любой философии или религии. Блаватская говорит, изначальное единство было расколото и Вселенная была поляризована. Так что всегда есть два полюса. Есть мужчины, женщины, есть сверх-низ, ночь, день, есть положительные, отрицательные, везде, куда бы вы ни посмотрели, отметите полярность. Таким образом, проявленный мир является родителем двойственности. Но в конечном итоге все это возвращается к единственному. Единственное время, когда будет справедливо универсальное единство, пролая, когда Вселенная распадается и все возвращается к субатомным частицам. Вселенная приходит в бытие благодаря полярности. Она приходит в бытие только благодаря движении наружу. Вы можете думать об этом так. Но что это? Это то же самое. Мы часть общего сознания. Мы человеческие существа. Адепты тоже. Потому что они люди. Мы можем заниматься только одним действием сознательным. Мы можем делать много вещей одновременно. Например, я всегда предлагаю вспомнить, когда вы были ребенком, вы поглаживали ваш живот и похлопывали по голове, и когда-то первым предложил вам сделать это, вы, вероятно, сделали то, что и я, бах-бах-бах, и сделали. Но подумав об этом, вы сфокусировали внимание на одну руку, а затем передали функцию управления ее подсознанием, а тот ребенок не знал, что вы делаете, после чего положили другую, затем вы обратили внимание на другую руку сюда, теперь я делаю это, не обращая внимание на руки, я обращаю внимание на вас, видите? Итак, вы можете сознательно, вы можете делать только один вид деятельности. Зараз Кээш однажды рассказал о своем ученике по имени Джоао Кху, который жил поблизости от него и был братом буддиста, нехристианином. И он сказал, что во время еды, Кэээйч сказал, что во время еды или чтения или одевания я не осознавал даже самых близких моих друзей, потому что он сознательно идет на это, видите ли? и он сказал, вчера вечером, например, у Джоао, вы знаете, побежала кровь в нос, потому что он сделал что-то глупое, ударился обо что-то в доме, где он жил. И Кэээйч сказал, я не осознавал этого. А затем добавил, почему? Потому что я не думал о нем. Имея даже мысль о нем, он был уже беспокоен о нем. Даже я могу сделать это иногда, иногда я могу точно знать, о чем он подумает, если я спокусил с нами. Что не происходит очень часто, и я, конечно, вы знаете, это редкое событие, но у меня есть и опыт, и тысячи имели подобный опыт. Так что Кээйч также заострил на это внимание. Так что пока мы находимся в сознании, мозга есть двойственность. Даже ум Багавадска говорит об одном уме, но потом она говорит о высшем и низшем, о бодхе, манасе, и кама манасе. Воплощение не проявляет себя в состязании. Но на самом деле ум одержит мягченные функции, не стремленные к абстрактному или стремящиеся к конкретному. Я не знаю, как это поможет, но я всегда говорю, что никогда не даю ответов. Я лишь высказываю свое мнение. Я рад, что вы подняли тему борьбы, потому что эта борьба длится во мне всю мою жизнь, я близнец. Но я согласен с тем, что экзистенциальное состояние двойственное, и я не думаю, что это изменится. Но внутри нас я имею в виду, что как представляется, учение заявляет, что единство может быть достигнуто во внутренних мирах, и это наша задача. И Юнг сделал заявление, я думаю, в отношении этого. Он сказал, что различие между психотипическими людьми и остальными из нас заключается в том, что некто нормальные люди способны удерживать пару противоположностей одновременного опыта добра и зла как внутри, так и снаружи. Да, я отдавал лекцию несколько лет назад за гранью добра и зла. Якобы Кришна Мурти выразился, в чем я не уверен, возможно, это высказал кто-то другой, но я всегда находил это забавным. Он сказал, что разница между здравомыслящим человеком и сумасшедшим, между здравомыслящим и безумцем, в том, что безумный человек фиксируется на одной идее, а здравомыслящий имеет много фиксированных идей. У меня есть комментарий, я думаю, в то время, как я немного читала на днях Пистис София, где автор рассматривает процесс эманации из одного, двух, трех, три, будучи на самом деле один, и два, также являются одним из аспектов того или двойственности. Я думала о действительной двойственности действительно на высоком уровне духа или духовной материи, что может поддержать равновесие в одном. Так что на определенном уровне дифференцирования она могла бы стать потоками вашими потоками, но по существу реально направляемых также в одно. да, согласно теории, все исходит из одной, предваряющей большой взрыв пустоты видителей, даже наука соглашается с этим, но они не рассматривают это способами, которые делают теософисты. на это не может быть дан быстрый ответ, но просто с точки зрения сознания, что несколько лет назад, когда я была студенткой, я написала статью, и одна из вещей в моем исходном материале, которую я читала снова и снова, была, мистик и шизофреник находятся в одном и том же движении, но мистик плывет, а шизофреник тонет. И я хотел только ваш взгляд на это. Ну, я думаю, что маразм любого вида имеет много различного рода возможных объяснений. Кто говорит, что я не могу вспомнить название болезни, которая в настоящее время является болезнью мистика? О, эпилепсия. Эпилепсия Дора Кунс, которая была одной из моих наставников, и я бесконечно ей благодарен, потому что я научился медитировать в ее классах. Это как жемчужина в большой цели. Единственный способ, который я могу отблагодарить ее, это помочь другим изучать. Так что я провожу облегченную медитацию в классах. Так вот, Дора говорила, что эпилепсия это уже разрыв дыры в ауаре, и это делает человека более восприимчивым к одержанию или влиянию со стороны внешних источников. Иногда шизофрения, я думаю, является просто проблемой мозга, и может быть проблемой основной, или по-иному это реально выглядит, как будто мозг предоставлен самому себе, вы знаете. Так что, когда мозг умирает, очень часто этот человек освобождается от шизофрении. Вы видите ли. Я видел как-то надпись на футболке однажды в Нью-Йорке, которая мне очень запомнилась. Розы красные, фиалки синие, я шизофреник, и такой уж я есть. Субтитры создавал DimaTorzok,